И снова здравствуйте! Песня в 21 вас приветствует! Сегодня, как обычно, я спою одну из своих песен, а в программе 21 они никогда не повторяются. Когда я спою свои песни, все свои песни, тогда и программа закроется. Или срочно начну писать новое. Итак, Алекс Лисовский уже вижу в интернете. Сегодня наступил черед песни под названием «Царские частушечки». Она написана, как мой бог памяти, в году где-нибудь в 2012. Лен, как считаешь? В 2011, а может и в 2012. В 2011 году. А, в 2012, наверное, уже после шестого. Я надеюсь, что вы поймете, насколько эта песня актуальна и своевременно сейчас. Наверное, наступил такой момент, когда именно ее сейчас нужно спеть. Так, кроме Лисовского... Михаил Якупов, тезка, привет! Привет, Михаил! Астан Омджи, добрый вечер! Привет! Татарстану, петербургскому... Танек, Игорь, смотрит. Что-то я у себя в компьютере ничего не вижу. А, там, Лариса Павлова, добрый вечерок. Ребята, оставляйте чего-нибудь. Кроме лайков, надо что-нибудь в комментах. По комментам я потом сообщу, что вы были в интернете. Итак, я, по-моему, все уже сказал. Если есть вопросы, предложу. О, всех увидел. Лариса Павлова, Денис Михайлов, все отлично. Все выскочили. Асан Муэнджи. Асан Муэнджи. Да, Муэнджи. Добрый вечер. Я тебе уже прочла. Добрый, да. Отлично. Все, тогда я начинаю петь, да? А вы уж там... Напоминаю, что песня написана в двенадцатом году где-то. Или частушки написаны в разном году. Царь у слепого отнял кошелек, морду набил и геройский убег. Черня радуется, черня радуется, ни у кого нет такого отца. Черня радуется, радуется, да ешь, ланцадрица, поешь отца-ца. Царь у больного оттяпал шалаш. Холопы ликуют. Шалаш теперь наш. Черня радуется, радуется, ах, царь молодца, напевает овца. Черня радуется, радуется, да ешь, ланцадрица, да ешь отца-ца. То хату спалит, то взорвет самолет и врет, что не врет, но все знают, что врет. Черня радуется, радуется, не уличите родного отца. Черня радуется, радуется, да ешь, ланцадрица, да ешь отца-ца. Царь едет кругом перекрытый пути, ни конный, ни беший не может пройти. Черня радуется, радуется, но если и злиться, то так, слегонца. Черня радуется, радуется, да ешь, ланцадрица, да ешь, отца-ца. Народ очень любит отца-подлеца. Царь пухнет или какнет, черня радуется. Черня радуется, радуется, и аплодирует в поте лица. Черня радуется, радуется, да ешь, ланцадрица, да ешь, отца-ца. Царь напридумал ужасных врагов, пообещал, что убить их готов. Черня радуется, радуется. Чарь радуется, никто не заметил потеи бойца. Черня радуется, радуется, да ешь, ланцадрица, да ешь, отца-ца. Отца не пускают в приличные дома, он там оставляет мочи до дерьма. Черня радуется, 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 враги знать боятся, отца, отца-ца. Ну вот такая песня. Галина Бегуненко присоединилась. Привет, Галина. Я надеюсь, вы услышали эту песню от начала до конца. Михаил Якупов, Татьяна Демичева, добрый вечер. Александр Заславский. Кстати, у Саши завтра концерт в Венила Скай. Приходите, мы вас приглашаем. Приглашаем в ваш Сашин концерт в Санкт-Петербург, Венила Скай. А к себе туда же, в Венила Скай, приглашаем. 12 апреля. Вот. Готовимся. Там будет электрический концерт. Заславский, тебя тоже приглашаем. Саша Ая жив смотрит. Алекс Лисовский, Марина Рязанцева. Ну что я могу под конец сказать? Подписывайтесь на наш канал в Ютубе. И перепощивайте это видео, чтобы могли порадоваться вместе с нами наши друзья. Спасибо, кстати, за то, что вы это делаете. Нам с вашей помощью никакая блокада информационная не страшна. И что еще хотел сказать? На все. Крепко всех обнимаем. Я не поняла. Саша Ая жив пишет. Мишань сейчас про царя не в тему. Володя, царь в больнице. Его машина сбила. Что за фигня? Что ты? А, подожди. Я что-то прозевала. Ну что? Мы не поняли. Короче, надо разобраться. Я думаю, что Володя, царь, ты какая-то такая прозвище. Это прозвище кого-то из наших друзей, я так полагаю. Я так полагаю. Если это так, то, конечно. Вот. Но я думаю... Про нашего царя не слышали таких новостей. Да, про нашего царя не слышали таких новостей. Но вы понимаете, про какого царя и чего. Это же вечная тема. Это еще Пушкин писал. Нам нужно, так сказать, придерживать скрепов-то. Понимаете, писать про царя все время. Не забывать про царя. Вот. Обнимаем. В следующий раз мы встречаемся в среду. Так я понимаю? Конечно. В среду в 20... В среду неизменно. В 20 часов мы покажем новую серию нашей сказки. Сказки про «Не стреляли». А в 21 час песня в 21. Песня в 21. Что за песня? Это мы еще не решили. До новых встреч в эфире нашего... Телеканала. Новицкий ТВ. Пока. Обнимаем всех. Спасибо, что были с нами.